8.15 утра. Крузовичок с логотипом компании Мидфуд без опозданий въезжает на территорию одного из медучреждений Читы. На железных контейнерах видны пачки дешевого молока, чай в пластиковых бидонах, обмотанных желтыми пакетами. В лотках еще теплая пшеная каша и яйцо. Ничего примечательного. Нас смутило другое. Предательски заметные желтые пятна на белом пластике. Явно не со вчерашнего дня. Слухи о том, что Мидфуд плохо обрабатывает многоразовые ланчбоксы, идут давно. Но наша съемочная группа и предположить не могла, что увидит немытые края на первом же контейнере. А ведь из такой посуды кормят в том числе и будущих мам. Девочки, скажите, здесь нормально кормить? Каша, каша, суп. Каша, каша, суп? В основном, что будем делать. А говядину дают? Нет, тоже. А что вообще из масла? Я говорю, кто вы коклеты? Коклеты? А из чего котлеты? Я не знаю, что это было. Вы не ели? А чем питаетесь? Ну, с дочками. Ну, там вот дома. Дома, с дома. С дома? С холодильника. Сочная зелень, овощи, наваристый борщ с внушительным количеством мяса. Так себя презентует Мидфуд в сети интернет. А вот как выглядит порция в одной из больниц нашего города. Пациенты, согласившиеся дать нам комментарии, просили не показывать их лиц. Бояться, все же долечиться надо. Как кормят? Вам нравится? Отвратительно. Пластинки грязные, жирные, непромытые. Как говорится, много идет в отходы, для чушек. Люди приходят, посмотрят, и все это вываливается с свиньев. Это специально для того. Тут потом приезжают, как говорится, вечером непосредственно и собирают корм от корма животных. А что дают вообще? Дают кашу, рыбу. Мясо, ну, мясо, так, знаете, жилы, жилы в основном, жилы, там, прожилки, вот такое. Отвратительное питание. В основном, вот, кушаю домашнее, что мне супруга и две дочери у меня, вот, то, что они мне привозят, то я ей это. Кормят действительно плохо. Ну, и вчера, допустим, на ужин была какая-то непонятная каша, которую есть никто не стал, естественно. Мы пытаемся тем, что, ну, вот, мне из дома приносят и ужин, и обед. Потому что есть здесь нечего, действительно. Ну, утром иногда, иногда кашу дадут более-менее. Мясо ни разу не видела. Суп, суп видела с двумя картошечками, долечками, все. Ну, и остальное капуста. Тушеная капуста давали тоже. Она в масле плавает у нас. Там больше масла, чем капуста. Много возмущенных отзывов и в социальных сетях. Недавно известный врач-акушер-гинеколог Марина Мочилова рассказала на своей страничке о том, что в контейнере с едой для будущих мам нашли сыр с плесенью. Это был явно неблагородный дорблю. Для московской компании Митфуд за Байкалье – золотая жила. Конкурентов нет, одним словом, полная монополия. Месяц назад стало известно, что Наталья Жданова в Санкт-Петербурге подписала соглашение о том, что эта московская компания теперь организует питание и в школах. Многим такой шаг показался подозрительным, ведь местные производители с удовольствием бы поучаствовали в конкурсе на право обеспечивать питанием больницы и школы. Но такой возможности им никто не предоставил. Депутат Волков видит в этом коррупционную составляющую. Монополия, а, не заинтересована в повышении качества услуг, которые она предоставляет. Б, монополия практически всегда – это завышенные цены на товары или услуги, которые производители оказывают. Поэтому ситуация с Медфудом, то, о чем вы говорите, она вообще какая-то такая непростая. Ко мне было уже коллективное обращение, и буквально вчера, вот после рассмотрения этого обращения, всестороннего анализа, мною был направлен запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в антимонопольную службу для того, чтобы в этой ситуации дали все-таки какую-то правовую оценку. Потому что, ну, это совсем неправильно, когда какая-то компания без публичных торгов оказывается поставщиком каких-то товаров или услуг в государственных бюджетных учреждениях. Но из некоторых школ поступают сигналы о том, что им очень настоятельно органы власти рекомендуют расторгнуть те договоры, которые у них уже есть, или прекратить самим готовить горячую пищу в своих столовых для школьников, а заключить договор с Медфудом. Зачем за Байкалью Медфуд с, казалось бы, невыгодными условиями? Вопрос все еще остается открытым. А пока на просторы интернета вносятся предположения об откатах и коррупции, самое главное, чтобы капуста в масле и в самом деле не доплыла до школьников.